Всем здравствуйте! Давненько у нас не было обзорчиков. И тут еще и такое обзорище. Товаров вроде бы очень мало, но такие для нас ценно-важные, что вам просто не передать. Начну я, наверное, с еды, да? А потом перейду к тем ценно-важным, огромным, таким глобальным нашим покупкам, которые просто вот изменят определенный ход события даже в нашей семье. Это да. Напоследок оставим. В общем, вот это что золотистое такое? Это золотой мешок. Это золотой мешок. Короче, здесь мешок золота. Мы наконец-то разбогатели. Мы богатые люди, богатые люди рисом в золотом мешке. Правда, мешок не продашь, на самом деле не золотой, а позолоченный. И позолоченный только краской, а не золотая. Вот бы золото. Это, короче, рис, который мы надыбали. Если бы такой мешок золота положить на стол, то бы стол был лопнул. Прогнулся, полтомный. короче мечтать не вредно вредно не мечтать вот шутки шутками она ты были бы очень классный из как называется рис не знаю нет не было она сказала из золотых мешков ну вот золотой мешок а это они видна фасует его фоне фасу это китайский рис даже китайские знаки здесь да да китайский рис крупный оптом да потому что они фасуют их потом на по 5 килограмм шлифоны мы показывали в открытом пакете он такой а вон он пару штук на столе лежит полукруглый то есть кругленький вот такой он такой имеет желтоватый оттенок когда на мешок смотришь многое видно и он как будто бы прозрачный как будто бы пропаренный но не пропарем и потому что пропаренный риск категорически не мазь такой для нас опла и нам даже продавец горела пропаренный рис только покупают эти азербайджанцы дали кто вот которые там свои блюда национальных готовят в грейт русский его не берут практически вот мы тоже вы не любите пропаренный рис а вот этот вот он не разваливается он такой вот ну прям классный и это не стеклянный рис это там не пластиковый шикарный мы когда-то у нас была ошибка мы купили какой-то рис я не знаю как только бумажный или пластиковым показывали это бумажного он разваливается с пахнет бумагой и такой вот такая жижа или даже на рис мы у нас коты даже и собаки не и не ели обычно едят же не у нас все съедают а это не ели даже они я один раз сварила думаю мало ли как-то развалился в мишу второй раз вот это он даже не слипается на рассыпчатый рассыпчатый классный очень и более поехал вчера 5 килограмм взять звонит гектар тут мешочками есть по 25 килограмм они видно берут открывает это суд пока да 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 так и есть взять я лину возьми бутыли есть засыпем 1600 мешок мы берем на плавке очень классный цены так это на плавке это значит открою вам иркутянам кто не знает оптовка этот рынок северный да он как выезжать в сторону хомутово александровский и качевский тракт на качевском тракте сразу за кп сразу за лево 100 гаи вот как вы едете на качестве до перед подъемом на гору слева вот и вот получается этот магазин находится рыночек между вот на развилке вот на качевский тракт вот на александровский так куда мы ездим а он стоит вот здесь и более что к нам ехать он заезжает обижает таким образом я вчера через хомутово поехал еще баллон газа купил это безопасность жильцов в доме баллон с газом и там же на северном вот таких они пакетах видите продают пить эти не но там они другим что продают короче спиральку купил мы строки очень мало едим на самом деле стараемся мешали сбегать но надо так хочется так хочется просто редко наверное но если раз в неделю едим то это даже хорошо бывает и кошку недели до бывает кушу раз две недели где-то едим на спиральку или спагетти а так основном все-таки крупы стараемся есть рис мы тоже не часто идти в принципе рис шлифованный он ну много пользы не приносит особо он вытягивается наверное единственная абсорбент это как он абсорбент хороший потому что шлифованный рис равно это как шлифована это без отрубей пшеницы то же самое как белая рука но как бы он абсорбент вкусный плов делаем там иногда и сделала в основном и пшеничку гречка овсянка геркулес и ячневая ну таки переходим к фруктам купили вчера в ленте более зашел в ленту ритане арбузы арбузы в ленте появились перед взять в лину возьмите такой сладкий такой вкус я перерыл целый контейнер пока выбрал как они уже успели половину умять сегодня утром что мы опять снимаем вчера он привез вечером и вот полынку мы уже умяли очень вкусно дополнительно осталось кружки взяли взяли апельсинчиков мандаринов частный сезон они есть но они в два раза в два раза дороже или в три сезона апельсины получается идут сначала мандарины декабря потом они где-то январь февраль до марта примерно исчезает на смену приходят апельсины сейчас видим апельсины и бананов взял бананы чудо у меня дети последнее время яблоки у нас просто еще есть как яблоки в этот раз не брали носом крутят банан видно перееду кеме и бананы не они у нас портится игру более не бери теперь много нам на запеканку не иногда более маленький еще не объелся и не просит старшие дети не можно яблочко вот дальше переходим к интересным вещам сигнал охотника ребята я сама его кстати не смотрел еще можно можно мы уже четыре года хотели купить 4 года никак не добирались руки смотрели мы в интернете так когда вот поездку в летнюю есть и как просто по финансам просто просто не заказали мы взяли эти периметр до периметр заказали это сигнала но сигнал охотника очень классная вещь при наших условиях проживания то есть мы едем в тайгу очень часто то есть дикую местность где может появиться волк там леса медведь и так далее конечно пока не попадались потому что в основном мы ездим там где все равно есть люди много людей либо за черника это тоже постоянно люди там ездят лесники есть и все прям совершенно в лучшем не есть но все равно возможно появление как мне мы в паром объезжали там через эту глушь 70 километров вот там вот там да мне кто-то сказал что даже там нет я что-то говорю тоже что-то такие животные которые опасны и кстати и вообще сигнал охотника это шоу супер классная штука и вот это пор я не знаю короче звонит мне пори горитания а я так не так ладно пусть будет так сигнал охотника купил обрезать сигнал охотника я в магазине в каком-то магазине я зашел в магазин квадроциклов на баррикад а попал я туда когда ездили за двигателем на булку и хотел просто смотрел 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 там и ножи и квадроциклы и баки и запчасти сервис и все потом смотрю сигнал охотника думаю я знаю я знаю чем пользоваться ты заводишь нет не так на первую сначала да потом закручиваешь да здесь не надо нет я закручу не буду покажу как не я че я представляла скорее все сейчас большинство зрителей тоже само согласится я представлялся на охотника как фильмах это пистолет такой куда закладывается патрон и стреляют вверх я никогда фильмах у такого не видела честно тебе скажу когда выстреливают этим красным нам же на пистолетик я думал что пистолет домой привезешь ну для этого здесь вот такие вот шашки ну да их 12 штук и боря взял разных цветов кстати они еще 5 зеленых 5 желтых 5 красных в середине красные 5 штук идут а вот зеленый а ты говорил вроде синий не желтый прикольно цвета мы не знаем она с капсулем накручивается а потом взводится дальше вот взвела я считаю что накрутила накрутила а потом вот так вот вот нажимаешь и все нет просто пальцем сдвигаешь да 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 я поняла короче классная штука там боек бьет по капсуле идет попробуем одну для себя попробовать если какой-то взрывной эффект ну то есть за выстрел есть потому что мы же все-таки брали отпугивать животных у нас петарды десятки ну да у нас конечно в палатке петарды десятка в машине но в машине вернее в палатке говорю но ты знаешь более вот мы спали я ладно это не они это тема у нас обзор все поехали дальше то сейчас разговаривать короче купили сейчас начну рассказывать долго дальше 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 это у нас уплотнительная паста и называется вот для вот этого я пошел вот для вот этого вот для того и для вот этого так мы тогда будем спать ли или синие штуки а потому что это все уже к тому давай синие хорошо синяя штука это фундаментальный бур тисе вот такой мы взяли 300 что это делается это делается фундамент сейчас наглядно просто покажу вот как делается фундамент то есть сначала сверлится потом выбирается пятка потом ставится арматура заливается бетоном с рубашкой и столе то есть вокруг толь идет и потом вот такая колонна идет одна вторая треть потом на вот эти колонны делается вот такой фундамент и получается что когда промерзает грунт на точку промерзания вот это вот балабушка не дает выпучивать его да и соответственно очень очень классный фундамент получается причем что у нас такой бур был в украине у нас был на 250 миллиметров миллиметров как рассказать миллиметров 25 сантиметров а мы взяли на 30 это и стал бы закрутить мы сейчас просто забором занимаемся и поревает я ведь еле выкопал так я же экскаватор нанимал экскаватор нет сначала сам но я копал копал 80 сантиметров выкопал критовой бур возьмем мы так почитали сколько он стоит ну ладно это сколько работы либо работников нанимать ежедневно кто-то может сказать боря ты быстрый сварщик ты бы сам сварил согласен но обратно поднимать то есть подбирать толщину металла толщину трубы это все покупать нужно это все вымерять до шкурка вычинки не стоит буквально ты выигрыш тысячу работы а времени сколько потратишь да мы купили наконец-то бурбуре очень хотел его он еще с того года начал поговаривать а уже когда я у нас забор по всему этому делать спереди и сзади и можно сверлить до двух с половиной метров один человек справляется полностью без каких-либо проблем и фундамент веранду да в общем классная штука в доме поэтому ты помнишь где заказывал ссылочку мы на бур оставим но на это ссылочка давай так короче это у нас что супер мупер классная вещь которая называется bosch который мы мечтали много лет это такая вещь которая особенно будем рады я и они потому что у нас длинные волосы пачкаются чаще чем у ребят и мы просто страдаем от того что у нас в семье есть только баня и нету душа и мы сколько хотели и и уже ванну купили кто видел и это более к нам пришел более там в одном из видео где-то показывал на мне двигатель там не будет да 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 это поле более шикарнейший мощный заказывали мы его вы видите как всегда через кэшбэсер жалко что часа не работает с кэшбэком потому что очень удобно мы заказываем и идет определенная скидка там 5-7 смотря в каких магазинах процентов а из-за того что товар дорогой это довольно таки привычная сумма почему не воспользоваться поэтому мы всегда такие дорогие вещи сначала еще в магазинах которые работают через кэшбэк сервис в нашем случае мы пользуемся кэшфу брендс и только потом если нету в магазинах которые с нашим сервисом мы не в инвидио заказывали все инструменты точка ру а я думаю в инвидио что-то я не помню что я в инвидио его все инструменты инструменты мы у них заказывали краскопульт мы у них заказывали что еще вот недавно буквально тоже стану мойку высокого давления до по высокого давления шикарный магазин все инструменты цены просто великолепные поэтому там же заказали тоже бошевский мы искали мы искали мы не жили вот поэтому ссылочку мы оставим тоже и на тисе оставим и на бошадь и все инструменты и на кэшбэк оставим кто хочет тоже пользоваться характеристики давайте двух словах 100 литров эмалированный бак до эмалированный бак сухой тэн механическое управление мы его покажем покажем обязательно начинаем обустройство нашего нашей технической зоны и более уже начинать заниматься душем прямо сегодня он уже начал сейчас пойду прямо начинать снимать это видео и вот там когда буря его распакует и будет ставить все покажет какие-то нюансы там покажет как устанавливать какого размера будет вот это что же все для не да я к чего и говорила что сначала нужно начать а потом уже сказать вот это все для того чтобы конечно провести вот это у нас наконец-то в доме будет горячая вода понимаете вот это трубы вот там у нас холодные трубы идут да сейчас в воду гонят ну там мы делаем там видно или нет а это для горячей воды вот оно идет для того чтобы теперь у нас от бойлера который будет там стоять в веранде ну в туалете где у нас сейчас будет в дом идти горячая вода мы снимем наконец-то вот тот бачок который воду греет будет он только для поездок да и я вчера советовался мне женщина у которой я практически постоянно беру сантехнику в городе мастеров говорит слушайте а зачем вам горячая труба но они идут полипропиленовые для холодной воды и для горячей воды говорит она там они полностью одинаковые только то идет с стекловолокном стекловолокном говорит эта труба насколько я помню тоже до 95 градусов температуру держит и давление 20 атмосфер но ее стоимость 39 рублей метр а то и 58 рублей метр да точно такая же труба такой же диаметр полностью такая же труба двадцатая да она держит 95 градусов бойлер дает 70 зачем мне переплачивать в два раза просто если что из-за того что она будет типа для горячей воды вот это для того чтобы она не потела чтобы у нас не было мокро потому что она горячая а у нас за кухни вот там помнишь сколько какая у нас температура внизу между этими ноль а за ними когда будет она стоять она будет горячая и там будет просто у нас лужа будет нет она не будет прогревать она будет потеть и капать у нас настолько здесь некомфортные полы и по углам подмерзает даже конечно же это вопрос фундамента мы будем заниматься тем вопросом чтобы утеплить и отмостку делать отмостки нету но у нас друзья жуковы кто знает семья жуковы ссылочку тоже на канал оставлю они сейчас девятого ребенка жду кому интересно такие многодетные семьи кто еще у них не знает переходите подписывайтесь шикарная семья вот они буквально переехали в свой дом уже новый большой и они нам показывали когда мы ездить и теплые полы и он говорит больше ничего не надо вот теплый пол не обогреватели не печки ничего ты просто включаешь на определенном можешь там выровнять так что на ночь больше включать да чтобы оно прогревало но у него три фазы на там на 30 или на 50 киловатт у меня только 15 у него 27 киловатт котел у него у него на 27 киловатт котел стоит то что стоит насколько это а то что вот он говорил что вам без проблем потянет потому что он столько ну это это другая тема я прям вот это просто сказал что теплая вода труда я сижу ты стала там углы будут прогревать провода взял вот этот утеплитель на трубу она он входит он на 22 вместе с соединительными муфтами она будет хорошо уходить одеваться на на эту на трубку вот ну и в принципе соединение на бойлер и взял танюшки шнурка не хватило мне чуть-чуть на обогрев бассейна до 2 2 розетки такая переносочка будет и там 7 с половиной метров единственное короче шнур а мы решили в этом году уже его не обогревать не но я все сделаю все подготовки не короче мы все собирали собирали оказалось мы не можем найти гайки на тены там специально нужны гайки более обзвонил сколько токарей до такие цены ломит и цены большие это материала нету цены огромный грибой давай зимой там еще нам нужно до фильтр нормальный купить потому что этот профильтровал и все и короче за сутки он забился так что мы его мыли пару часов еще поработает и обратно забил нормальный фильтр купить я говорю давай зимой акции будут какие что я уже потерплю этот год ладно у нас следующего года когда будет все нормально детям в принципе нормально они купаются целыми днями не вылазит бассейна практически а это больше для меня будет все делал и для меня вот борюсик у нас тоже маленький не будет холодную воду мне не идет он так вот видели да на байкале нигде если эти еще могут зайти там то буря он как я твой щепетильный к воде поэтому уже на следующий год все это пока пока до новых видео все ссылочки в описании до новых встреч до новых обзорчиков и и Субтитры сделал DimaTorzok